Причиной утечки природного газа в доме, где проживает руководитель информационного агентства «Спутник Южная Осетия» Виталий Денисов, с большой вероятностью стал банальный износ газового шланга. Этой версии придерживается мастер службы «Горгаз» Томас Питуев, который со своей бригадой устранял утечку газа в данном домовладении 21 сентября, когда Денисов обратился в Комитет госбезопасности Республики Южная Осетия с просьбой разобраться. В Комитет госбезопасности Республики Южная Осетия с просьбой разобраться. Мы обнаружили там утечку, где был са шланга, гофрированный шланг. Это может быть зерун дуже, зерун деду, шехунынч. Мы обнаружили там утечку, где был са шланг, но мы не знали. Мастер по устранению аварий газораспределительных систем Томас Питуев пояснил, что гофрированный шланг изготовлен из довольно гибких материалов и в местах сгибов труба часто имеет свойство ломаться. В службе «Горгаза» пояснили, что гофрированные трубы должны быть твёрдо зафиксированы во избежание таких поломов. В свою очередь, председатель Комитета экологического, технологического и строительного надзора Южной Осетии Таймур Аскулухов заявил, что не выступал ни с каким официальным заявлением относительно утечки газа в одном из частных домов с Хинвалом. По его словам, на сайте информационного агентства «Спутник Южная Осетия» приведена цитата от его имени, где он якобы говорит о неслучайном повреждении газового шланга. Я видел сообщение, что утечка где-то газа была и что это как-то касается Денисова, Виталия. Так как мы работаем на одном этаже в одном здании, я просто пошёл и хотел спросить, что произошло в действительности. После небольшого рассказа, что там было на самом деле, он мне показывал фотографию. Одну фотографию в телефоне. На месте происшествия я не был. И я предположил, что эта гофрированная труба могла согнуться в результате какого-то удара. Может быть на него свалился какой-то металлический предмет или что-то такое. Но так как фотография была тёмная, я не смог достаточно уверенно это сказать, что это был удар и насколько это серьёзное повреждение. И я предположил, но я говорю, это нужно будет узнать специалистом, профильным экспертом, чтобы сделать заключение. Потом мы ещё немножко поговорили, я говорю, всё нормально. И он мне говорил, что никому плохого ничего не сделал и всё такое. И потом мы расстались. И потом мне позвонили и сказали, что есть сообщение, что я якобы какое-то сообщение сделал по прессе. И я посмотрел потом, и было сообщение такое в спутнике. И как я понял, Виталий сам или его подчинённые сделали это сообщение письменное, что я как будто утверждаю, что это был преднамеренный какой-то удар или что-то такое. Я хотел бы сказать, что никакого заключения официального я не делал, тем более кого-то я опровергал или что-то делал. Моё сообщение без моего ведома, без моего согласия просто выплеснули в СМИ. Это не совсем хорошо и не совсем правильно. Со мной хотя бы должны согласовать, что я сказал. Он отметил, что после небольшого рассказа Денисов показал ему фотографию в телефоне. Глава стройтехнадзора добавил, что позже ему позвонили и сообщили, что его имя упоминается в публикации в СМИ. Напомним, что накануне вечером в средствах массовой информации было распространено официальное сообщение Комитета госбезопасности Южной Осетии о том, что ведомство, оперативно среагировав на обращение руководителя информационного агентства «Спутник Южная Осетия» Виталия Денисова и направив оперативно-следственную группу Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия, выявило повреждение газового шланга отопительной системы в домовладении, где проживает Денисов. При этом в ведомстве не исключили версию умышленной порчи газового шланга. В настоящее время с привлечением соответствующих экспертных структур продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Отрабатываются различные версии, в том числе в отношении умышленной порчи газового шланга. Учитывая, что данное происшествие не входит в компетенцию органов госбезопасности, Комитет рекомендует Денисову официально обратиться в Генеральную прокуратуру Республики. Со своей стороны в рамках мероприятий Комитет госбезопасности обеспечит необходимое оперативное сопровождение и объективный контроль. Утечка природного газа в съёмном домовладении Денисова в Схинвале почти приобрела уровень международного скандала после реакции на неё известной в международном медиапространстве журналистке Маргариты Симонян. В своём телеграм-канале руководитель российского международного многоязычного информационного телеканала Russia Today Маргарита Симонян назвала случай с утечкой газа «дикой историей», предположив даже, что утечка газа в доме Денисова есть не что иное, как провокация для столкновения двух наций. Такие версии вызвали искреннее удивление жителей столицы Республики Южная Осетия. В среднем в год в Горгазе бывает зафиксировано до 150 обращений от жителей Республики. Инженеры и слесари газовой службы устраняют разного рода неполадки, начиная от утечки газа и заканчивая неверно установленными газовыми приборами.